Добрый день, Сергей! Для вас он действительно по-настоящему добрый, потому что вы оказались дома. Почти год идет специальная военная операция на Украине. Вы были призваны в ряды, напомните, когда? 27 сентября. Расскажите, как проходил этот процесс? 21 сентября президент объявил о начале частичной мобилизации среди населения. По факту, 26-го я пришел в военкомат узнать, есть ли у меня повестка или нет. То есть вы не стали дожидаться, как многие? Я не стал ждать ее, я знал, что она есть, просто оттягивать этот момент тоже не стал. Я сам пришел в военкомат узнать, есть ли у меня повестка или нет. То есть повестку мне вручили, и 27 сентября я уже с вещами убыл в часть. Скажите, вот дальше как происходил процесс? Потому что я помню, к началу как раз частичной мобилизации появилось огромное количество фейков. И не одевают там народ, и живут неизвестно где, и какие-то ржавые автоматы. Расскажите, на самом деле, как происходил процесс после того, как вы, скажем так, прибыли в часть? Я понял. Ну, 27 числа нас собрали в военкомате, посадили в автобусы, отвезли в Нарфаминск, в Кантемировскую дивизию. Тут же у нас проверили документы, распределили по подразделениям, выдали обмундирование, разместили в казармах. Ну, где-то через 3-4 дня закрепили за каждым стрелковое оружие. То есть, надежное, наши родные автоматы Калашникова. А сколько проходил процесс какой-то подготовки, если он был? Ну, процесс подготовки у нас непосредственно в части проходил на протяжении трех недель. Через три недели нас, опять же, построили на плацу, с оркестром проводили. Получается, семью вы не видели 4 месяца. Скажите, ну, вот если не секрет, у кого больше всего эмоций возникло, когда они увидели вас, и, собственно, что это были за эмоции? Ну, больше всего эмоций, конечно, было у детей, потому что дети до последнего момента не знали, что я еду в отпуск. И с учетом того, что этот отпуск у нас откладывался дважды, мы детям до последнего не сообщали. То есть, жена знала, что я еду, жена меня встретила в городе Лиске, Воронежской области, до куда мы добрались уже попутками на военных машинах, там пересели уже с моим сослуживцем, мальчик с Москвы, вот его тоже отпустили в отпуск. Мы его отвезли до дома, высадили возле подъезда и вернулись домой. Дети узнали то, что я приехал, только когда я зашел уже домой. Ну, представляю, да, что здесь творилось, наверное. О боевых действиях мы говорить не будем, но у меня такой вопрос. А как оцениваете боевой дух? И есть ли вот уже такое понятие «боевое братство» там? Да, боевое братство, конечно же, есть, но даже, скажу, на основе нашего подразделения, друг за друга держимся, друг друга во всем поддерживаем, но по-другому никак. Ну, а боевой дух? Боевой дух высокий, до победы. Ясно. Ну, а ощущается ли поддержка из тыла, поддержка друзей, может быть, родных, может быть, даже далеких людей, которые вдруг стали близки благодаря этой поддержке? Да, конечно, поддержка ощущается. Кстати, хотел поблагодарить главу Ленинского городского округа Спасского Алексея Петровича за оказание посильной материальной помощи на покупку технических средств. Наше подразделение столкнулось с такой проблемой, что, выходя на боевые задачи, у нас элементарно не было тепловизоров. То есть я через супругу обратился к Алексею Петровичу, Алексей Петрович выделил нам деньги на покупку этого тепловизора. Он очень нам помог в первые этапы проведения боевых действий нашим подразделениям, за что ему огромное-огромное спасибо от всего нашего подразделения. Ну, это замечательно. Вы вот в ближайшие же дни, как вы мне сказали, возвращаетесь к месту несения службы. Ну, а что бы вы хотели пожелать, во-первых, тем ребятам, которые сейчас там, когда вы дома, я имею в виду, хотя и присоединитесь к ним в скором времени, и тем, кто помогает здесь в тылу? Ну, людям, которые помогают нам здесь в тылу, также огромное спасибо. Гуманитарная помощь приходит, приходит гуманитарной помощи очень много. От конфет до теплых носков, то есть это то, что именно нужно, нужно именно сейчас здесь. Это огромное спасибо, огромное-огромное спасибо за эту помощь своим сослуживцам. Держаться, дождаться нас. Мы скоро приедем с новыми силами и снова в бой. Ясно. Ну, а мы, в свою очередь, и от лица телеканала «Видное ТВ», и от наших зрителей, хотим вам пожелать одного – побыстрее вернуться домой. Спасибо. Здрасте, здрасте. Я буквально на секундочку. Сереж, мы вам, так сказать, небольшие гостиницы. Благодарю. Принимайте. Посмотришь там, бойцам от нас. Да, это ребятам внизу. То, что самое необходимое, все остальное нас родина снабжает. Удачи. Береги себя, как говорится, береги бойцов, которых рядом. Мы вместе всегда, как бы, любые ваши задачи посильно будем стараться решать здесь, ну и поддержку оказывающих сторон.